Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания контрабандиста. Мы продолжаем, и нашему главному герою предстоит отправиться в космическое путешествие на две планеты, Тарис и Наршада. Ну, исходя из уровня планет, я выбрал ту планету, уровень которой ниже, а именно планета Тарис. Мы должны встретиться там с кем-то, о чем-то поговорить и приблизиться к нахождению Нок Драйан. Что-то я уже, честно говоря, забыл, что это Нок Драйан, то ли сокровище, по-моему, какое-то, то ли человек. Ну да ладно, вот наш корабль, корабль контрабандиста, очень классный, интересный, необычный корабль. Чем-то напоминает мне очень сильно Эбонитовый Ястреб. Корабль Ривана в игре «Рыцари Старой Республики» похож в этом плане. Ну и, скажем так, да то есть, в принципе, много отсылок к той игре, так что, в принципе, это и неудивительно на самом деле. Так что вот так вот у нас вот ситуация примерно вот такая. Вроде мы сокровище какое-то ищем, классное, необычное сокровище. Опа-на. Нам сейчас, по всей видимости, дроид будет введение делать. Какой корабль классный, да? Так. Мой новый мастер, наконец-то, я Ситу Энту, служитель, я служу вам, зубочистка в зубах прикольная, за два ляма, ой, за два ляма, за ляма или полтора, точно не припомню. Ты работаешь на меня, а не на скавака. Твой, скажем так, владелец все крал, но это, это мой корабль. И ты будешь брать приказы от меня, понятно? Я запрограммирован служить капитану, а не наемнику. Я буду рад служить под вашим командованием. Дроиды серии C2-N2 предоставляют последние продвинутые технологии и помощь звездным кораблям, а также советы специфическим органическим нуждам. Добро пожаловать на борт коррелианского легкого фрейтера XC. Чудесная сборка. Тут очень классные двигатели, большие, в этом корабле мощные. Также здесь есть заперты ящички капитанские. Ваш мостик содержит самую обновленную карту галактики, и это очень классный вид оттуда. Здесь есть также главные тревоги от республиканской сети через галанет-консоль. Дальнодейственная коммуникация, которая доступна через галанет-тервинал наконец-то. Есть корабельный интерком. Если вы хотите с кем-то поговорить, у вас есть какие-нибудь вопросы, мастер? Ты можешь сражаться? Похоже, что ты хорош во всем. А, это вручает битву? Как вы видите, я не экипирован для физической угрозы. Мои функции только обслуживание корабля и доставка его в безопасности домой. Я рад буду вам помочь в неопасных заданиях. Конечно, я буду... Люблю еще уделять детали... Внимание мелким деталям. Ну, например. Ну, что ты имеешь в виду под неопасными заданиями? Я запрограммирован на модификации других технологий. Я также могу... Хорош в дипломатии, в службе. Я крайне полезен в этом. Во всяком случае, могу еще проконсультировать по галактической карте на мостике. А, да. И если вы хотите исследовать там что-то, там в вашем ящике будут предметы, которые я что-то собрал. Предметы? Какие предметы? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Ну, корабль... Корабль интересный. Давайте-ка оббегаем, посмотрим, прикинем. Заценим. Что у нас здесь? О! Тут уже кого-то это самое. В карбонитовую заморозку отправили. Так. О! Карго-холд. Карго-холд. Ну, нет. Спасибо. Нам не надо. Там все равно ни хрена ничего нету. Эээ... Двигатели. Можно посмотреть, в принципе, и двигатели. Ну, двигатели, да, как он и говорил, чертовски мощные. Тут ничего не скажешь. Так, отсюда у нас выход идет. Тут бак-то камеры. Эээ... Скажем так, где лечатся представители всех рас в голове. Такие, что за... Что за... Тут... Ух ты! У нас тут монстр на корабле. Какого хрена это? Это этот, наверное, да, привел? Ну, ладно. Давайте-ка отправимся уже непосредственно в путь. Отправимся... Эээ... Нотарес. Отправимся Нотарес и будем искать. Так, галактическая карта. Эээ... О! Корсорикс. Погодите, надо с ним поговорить. Он что-то хочет нам сказать. Корсорикс. А, ну, как вы... Как вы здесь, капитан? Здесь, эээ... Все нормально, скажем так? А насчет семьи? Ээээ... У вас есть работа? Или вам не понадобится еще лишний бластер в руках? Да нет, никаких шансов. Я есть моя свобода, мой корабль, мое оружие. Что еще нужно? Я просто еще думал о парне, который я встретил в бригаде. Наемник. Он был... Сражался за республику 20 лет. Мне было 16, когда я отправился на корабль. И этот парень дал мне мой первый бластер. Твой первый бластер? Я думал, что ты позже научился стрелять. Ну, конечно. Но, во всяком случае, я держал винтовки, но никогда не направлял их на людей и не целился. Этот парень сказал мне, а пушка это всего лишь инструмент. Ты можешь его использовать, чтобы уничтожать, или можешь использовать, чтобы защищаться против тех, кто хочет уничтожить тебя. И это было для тебя новостью? Полагаю, ты принял решение. Но это не совсем астрофизика, но это для меня кое-что значит. Ты не можешь защитить всех, за кого ты боишься. Я отправился домой, и мои родители посмотрели на меня. Они сказали мне, делай, что хочешь. Так, и после этого я не ходил к сепаратистам. Молодец, красавец. Ладно, с тобой попозже потрещим. Ну, давайте отправимся на Тарес. Тарес у нас находится в зоне где-то Империи. Вот. 200 кредитов. Ну, в принципе, нормально. Будем искать. Будем искать какое-то сокровище. По-моему, это все-таки сокровище Нокдрайен, если я не ошибаюсь. Сокровище какого-то то ли пирата, известного контрабандиста, если я не ошибаюсь. Вот что-то в памяти такое проскальзывает. Постепенно. Ну, ладно. Надо поговорить с этой, Риша. Она нам скажет, что делать. Да, она работала на скавок, а теперь же на нас-то работает. Ну, что, Риша, что скажешь? Винтовка такая классная. А, Тарес, ты знала, что здесь большие кратеры в галактике? Ну, тут есть ничего, кроме... нет ничего, кроме скелетов, руинов и сумасшедших созданий. Попфлирутуем. А ты? Это реально романтическое место, дорогая. Не льстись себе. Я соберу все записи и все данные. Тарес, это был карусант в нижних рубежах. Теперь это токсическое место. Мы, скажем так, тут есть хранилище на Таресе, и в этих хранилищах есть что-то в этих руинах. Ты уверена насчет этого? Откуда знаешь, что хранилища еще существуют? Они были построены давно, и они созданы даже для сопротивления от пристрашных катастрофов. Во всяком случае, есть одна персона, которую я знаю, которая имеет доступ к тем сенсорам, которые меня ненавидят. Так, что это такое? Почему так? Похоже, хорошую историю я чувствую. Ну, это своего рода, да, можешь сказать, история, но я могла бы тебе рассказать потом, позже, если бы знал тебя лучше. Я свяжусь с тобой позже, и меня никто не должен обидеть. Мне нужно, чтобы ты обнаружил локацию хранилища, капитан. Скажем так. Впечатли. Будет сделано. Я сделаю все, что необходимо. Я полагаю, что да. Мне нравятся люди, таков типа, как ты. Я должна тебе предупредить. Скавок знает о хранилище. И мы не можем позволить ему, скажем так, это хранилище захватить. Да не беспокойся. Расслабься. Об этом говорим. Так что... Ладно. Все нормально. Есть данные о хранилище, которые ты можешь найти в хранилище Ногдрайна. Твой контакт называется Берилтон. Берил даст тебе информацию о хранилище. Возвращайся и увидь меня. И попытайся не спалиться. Ладно. Ну, давайте отправимся. Выйти из корабля. Значит, надо с Берилтоном. Да, мы все-таки ищем сокровища. Мы ищем какое-то сокровище суперское. В галактике. Какого-то величайшего пирата-контрабандиста. И это будет еще та погоня, скажем так. Интересно, однако, все вырисовывается. Корабль классный. Ну, блин, слева такая пушка, кажется, здоровая. Да, вот у него приделана. Надо будет как-нибудь рассмотреть наш корабль. А, в принципе, сейчас, мне кажется, предоставится такой шанс. Потому что мы же в порту где-то приземлимся. И не иначе. И там мы уже сможем все спокойненько, нормально рассмотреть. Вот так вот. Есть туториалы. Которые можно найти через меню Escape. И вы сможете узнать все, как в этой игре играть. Как, что делать. Правда, все на английском языке. Но, на самом деле, тут управление не очень-то и трудное. Я вам так скажу. Все предельно просто. По крайней мере, для режима истории этого хватает сполна. Тут никаких заморочек особых нету. Вот так вот. Ну, интересно. Будем искать хранилища. Чем-то это не напоминает Borderlands немножечко. Тоже хранилища какие-то. Так, а тут загрузка. Я агент Сагантия из республиканской службы. Что привело вас на мою планету, капитан? В вашу планету? Последний раз, когда я проверял Тарис, это республиканская территория. Мы ответили... Так, когда вы приходите сюда, я отвечаю за все это. Республиканская служба мониторит все звездные трафики и не позволит нелегалам проникнуть. И так же контрабанду здесь не провозит Тарис. Так что вы должны мне отчитаться немедленно. Так, контрабанды? Какая нелегальная активность здесь? Но тут много чего похоронено на Тарисе в руинах. И эта планета, она реально лакомый кусок для всех. Но тут есть специальные интересы для новоприбывших на этой планете. Капитан! Так что давайте будем на чистоту. Вы же не хотите проблем, да? Именно. Я все сделаю. Все будет чисто, как альдеранский снег. Хорошо. Ну тогда наслаждайтесь прибытием на Тарисе. Да, однакось. О, побежали. Сами бежим, нормально так. Так, ну ладно. Альдеранским, как альдеранский снег. Контрабанда. Да у меня весь корабль, е-мое. Там, по-моему, внутри столько контрабанды, да, от этого скавака осталось. Обалдеть, там повязать могут только так. Так, и выйдет тогда наш главный герой, когда выпустит, наверное, я не знаю, 200-е обновление для этой игры. Так. Прибыли. Ну давайте встретимся с Бериллом Торроном, узнаем, что он нам сможет сказать, рассказать. Так, прыгаем на транспорт. Чё? Если хотите, чтобы всё было нормально, короче, используйте специальный транспорт. Губернатор Стареш. Всё. Так. Ага. Вот, всё ясно. Нам туда необходимо отправиться. Получили очки опыта, это очень радует, на самом деле. Чё это дымит? Блин, я подумал, курица стоит, оказывается, это из-под земли. Пар бьёт прямо за этим персонажем. О, нифига себе дымит, а. Оказывается, нет. Просто такой визуальный эффект получился. Вроде как сюда. Ну, погнали. Вы не можете здесь разъезжать. Оно-то и понятно. Пассивку. Во. Ну, давайте потрещим, поговорим с Барилл Торном. Узнаем, где хранилище, вообще, чё, где и как находится. Барилл Торн. Так. Арга. А, это она вообще-то? Ты опять всё пропустил? Создатель сказал, что лучше всё это сжечь. Возможно, я тестирую эту наблюдательность, мистер. А я ищу Барилл Торн. Так. Это я. Арга, это мой второй командующий. Я полагаю, у вас Риша, да, как-то сейчас... Давайте приступим. Одна причина, по которой я согласилась помочь, потому что мой контракт, скажем так, на Тарисе есть какой-то, такой же, как и лёгкие деньги. Во всяком случае, у меня нет никакого интереса здесь умирать. Ладно. Галактика может всё превратить, что хочешь. Я это получу. А я не хочу... Если я не хочу завершить мой контракт, то я ничего не получу. Я нашла это хранилище, но я должна завершить свой контракт. Ты работаешь на меня, и я работаю для тебя. Согласен? Так. А почему не послать дроби? Нет, похоже, у меня есть выбор. Я полагаю, у меня нет вариантов. Так. Ну, во всяком случае, там в хранилище что-то есть интересное. Есть две доставки. И как мы только сделаем, мы найдём хранилище. Первая работа связана с республиканским учёным по имени Вернон. У него есть исследовательский лагерь на территории Ракгулов. И что он содержит? Что я должен передать? Некоторую экипировку сенсорную. А я начну работать над твоей работой. Как над своей. Это разве не сотрудничество? Опа-на. А вы кто? Привет снова, капитан. Я не знаю, что вы, Торрен, здесь делаете. Агент Саганти. Я немного удивлена. Последний раз, когда я вас видела, это была проверка. Вы не думаете, что республиканские ребята думают, что в моём доме можно что-то найти? Я могу исследовать тогда, когда я захочу. Это закон. Так, ребята опять суют свой нос туда, куда не надо. Блин. Так, возьми доставку доктору. И тебе лучше здесь не оставаться. Да я могу и осмотреться, пофлюртуем. Что я был бы за человеком, если бы я не рискнул? Да ты большой человек. Но я сама за себя постою. Ну, спасибо. Иди по домам и получи всё, что нужно, агент. И не возвращайся, пока ничего не сделаешь. Эх! Что я пропустил? Извиняюсь, сэр. Я полагаю, что это мой гидравлический флюид какой-то. Дроид, ё-моё. Так, ну ладно, пусть пока она тут с ними возится. А мы давайте поговорим с доктором Верноном и передадим ему посылочку. Чтобы... Там сенсоры какие-то, всё найти это дело. Ну чё, прыгаем? Прыгаем на транспорт и давайте отправимся. Поговорим с доктором. Интересно, чё же там в хранилище такого? Мне уже тут же самому интересно. Реально как в игре Borderlands. Там тоже что ни часть, что ни выход. Там планета, спутник. Все на хранилищах помешаны. Особенно концовка второй части вообще заставила задуматься. Там целая система. Целая галактика с этими планетами и хранилищами. И вот тут что-то у нас нечто, по всей видимости, похоже намечается. Только там обещают какие-то несметные богатства. Сокровище Нокдраена. Интересно, что там за сокровища-то у нас будут. Блин, ракгулы. С ними лучше в бой не стревать. У меня сыворотка есть хотя бы? Постойте. Блин, у меня-то и сыворотки нету. Надо будет закупить. Надо сыворотку нам будет закупить как-нибудь. Потому что если подхватим болезнь, то будут реальные проблемы, скажем так. Она ведь имеет свойство прогрессировать там в 2-3 стадии. И ничего хорошего от этого не жди. И никак не вылечится обычными медикаментами там, способностями, только при помощи специальной антиракгульской сыворотки. Вот так вот. Доктор Вернон. Ну вот мы, в принципе, практически уже прибыли. Давайте с ним потрещим. Вот он. Сидит в лагере. Один, что ли? Так. Дорогая Дали, я полагаю, что твой муж был убит на днях ракгулами. Пожалуйста, прими мои соболезнования. Доктор Сайлан был превосходным ученым. Я никогда не смогу заменить его. Как это звучит? Скажем так. Ну, жутко. Я полагаю, все плохо. Серьезно? Одали всегда хотела впечатлить меня. Так что она теперь вдова, понимаете ли. А, да, я полагаю, тут есть какие-то вещи в контейнере. Мои биосигналы наконец-то прибыли. Отлично, отлично. Единственное, они теперь прибыли вовремя. Немножечко не вовремя, но это не твоя вина. Мы теперь можем рискнуть в изучении ракгулов. Изучений? Чего вы хотите изучить от этих ребят? Мои коллеги и я изучаем ракгулов и надеемся найти предназначение того, что они содержат. Вот, ракгула, они как бы прогрессируют. Республика хочет перестроить весь Тарост для будущих параметров каких-то. Город будущего. Будущего? Что такого важного в Таросе? Это превосходная, чудесная планета, которую Сид уничтожили. Республика должна здесь все восстановить и защитить от сидской агрессии. Я изолировался здесь, на некоторых элементах ракгулов, их психологии, чтобы можно было их отслеживать и фиксировать. Белые сигналы, которые принесли, позволят узнать, как эти создания бросают вызов и как они сопутствуют смертям моих ассистентов. Так, да я в принципе могу все сделать, если, конечно, заплатите. Если у вас есть кредиты, то я могу все сделать. Спасибо, Рагулам, у меня есть некоторый бюджет. Ты, скажем так, будешь вознагражден. Помести биосигналы и посмотрим, как все заработает. Так, хорошо. Награда? И как вы получите награду? Награда, мое второе имя. Твои родители, возможно, очень хорошие люди. Возвращайся, когда все будет сделано и отпразднуй свой успех. Так, а я должен пока заняться на каком-то оптимизму уделить. Удачу. Короче, удачи тебе. Иди все ставь. Ага. Ёлки-палки. Ну, пойдемте поставим. Блин. Немножечко не то активировал. Ну, ладно. Что-то там Рагулов дохренище, однако-сь. С ними лучше в бой не ввязываться. Тем более у меня сейчас сыворотки нету. Это тут реально проблема. Пусть вон этот вот лезет в бой, Корс Рикс. Ой-ой-ой. Невидимость. Черт. Во. Все, я исчез. Кстати, классно. Вот эта штука позволяет реально скрыться из виду. Перейти в режим невидимости. Очень хорошо работает. На самом деле. Так, ну, погнали. А еще лучше, что ее можно использовать вместе с ракетными ускорителями и передвигаться. В общем, вообще, в общем, очень классно. Я вообще нисколько не жалею, что я купил эти ракетные ускорители. Они реально огромную пользу приносят. Ну, что, давайте выйдем из режима невидимости и приступим уже непосредственно к установке биодатчиков, биосигнализаторов, которые будут все фиксировать. Вот это валим. На. Да зараза, сдохни ты. Так. Есть, 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 есть. Все. Готов. Блин, двадцать рагулов. Лучшая защита. Ладно, двадцать так двадцать. Значит, придется этих ребят все-таки замочить. Давай. Стреляй. Так тебе. Еще раз. Стреляй, стреляй, стреляй. Так, семь из двадцати. Нормально. В принципе, почему бы и нет. Сейчас мы реально их всех перестреляем. Так, давайте-ка вот тут вот сначала разберемся. Тут где-то наверху находится еще один датчик. Вот. Это молодой Нексу. Он не агрессивен. То есть мы его даже трогать не будем. Зачем нам лишние проблемы? А вот этих вот ребят надо замочить. Давай. Во. Отлично. Все. Классно, кстати, вот из пистолета на троечку активирует способность. Так здоровски стреляет. Прямо на ходу бежишь и садишь во все подряд. Какая-то хаотичная стрельба. Так тебе. Есть. Все, всех застрелил. Всех застрелил, говорю. Во. Все, осталось четырех, в общем, замочить. И все будет в шоколаде. Я еще и бонус... За бонус задания получу награду. Так. Давай, стреляй. Есть. И еще раз. Здорово. Так, задание выполнено. Устанавливаем еще один датчик. И остался последний. Последний остался где-то там, в самой вот этой вот заднице. Ну, давайте проберемся. В принципе-то. Проблем, я думаю, особо не состоять. Можно даже, знаете что, в режим невидимости войти. В режим невидимости войти. Маскировку на максимум. Вывести цель. Так. А, это усыпить. Понятно, усыпить. Вылечиться. Так, это... Стаки для апперкотов. Все, возвращаемся теперь к доктору. Погнали. Прыгаем на наш тарантас. И давайте вернемся к доктору и получим награду. Все-таки мы установили датчики, а тот как бы обещал кредиты. То есть, это такая, знаете ли, небольшая своего рода у нас подоработочка получается. А что, неплохо, в принципе. Та сказала, просто датчики придать. Так мы еще сейчас и деньжа срубим. Нормально. Вообще неплохо так получается. Контрабандой бы заняться. Эт, да, тут денег можно было бы складить. Интересно, здесь можно чем-нибудь подобным в этой игре заниматься? Ого, нифига себе, на чем он? На корабле, что ли, так, каком-то звездном? Да. Ну, ладно. Мастер шифу. Так, валим дроидов, хоть. Стреляй в него. Вот так вот. Отлично. Все, 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 все. Аккуратно. Блин, вот сюда. Дроиды, имперцы, нам этого не надо. Лишний раз лучше нам в бой не ввязываться. В конце концов мы не бойцы. Мы играем за класс не боевой, скажем так. Ну, не столько класс, сколько вот за персонажа. Персонажа история не боевого. Мы, скажем так, интриги, хитрости, там, что-нибудь такой уловки. Вот в чем силен наш главный герой. Ну, и вот нас ожидает там доктор, причем не один. Как мы видим. Ну, давайте поговорим. Так, доктор Вернон. Превосходная работа. Я уже получил все данные из сигнализаторов. Вы сделали невероятную работу для республиканской перестройки. Это было достаточно легко. Эти рагулы не были проблемой. Спасибо. Благодаря вам республиканская команда сможет сделать когда-нибудь такие же вещи. Вы сделали все и заслужили компенсацию. Превосходно. Надеюсь, это все сработает. Вам тоже. Во всяком случае, скоро мы сможем собрать рагулов и сможем узнать об этих зверях очень многое. Возьмите эти кредиты. И мои величайшие поздравления. Я начну собирать данные. Спасибо вам еще раз за все. Пожалуйста. Так, по голокоммуникатору с нами кто-то хочет связаться. Ну, давайте. Свяжемся. Кто там нас вызывает? Эй, капитан, как у вас там дела идут? А ты как думаешь? Просто превосходный сценарий, превосходная погода, поедающие людей монстры. Ну, это проблема, скажем так. Это все наше дело. Я наконец-то нашла пайки, которые вам необходимо доставить. Их потерял кто-то там. Республиканский патруль найдет эти пайки. Они все бросили. Поблизости от озера какого-то. Озера? Что ты знаешь об этом озере? Там что-нибудь плавает? Ну, там кислота своего рода. Тебе нужно добраться туда, взять эти пайки и отнести их инженеру по имени Аволт. Аволт даст тебе некоторые планетарные ядра, и ты принесешь их назад. Понятно? Ябра? Ядра? Ябра. Что это такое вообще? Ну, мне необходимо доставить их на корусант по своему контракту. Возьми эти пайки и верни их мне. Удачи. Вот так вот. Сплошные задания. Так, это надо взять. Во, превосходно. Еще и опыт получили. И деньжа получили. Замечательно. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Если вы все еще не подписаны, если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение за другие классы в игре Star Wars The Old Republic, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья. Всем пока.